Здание, где расположено третье хирургическое отделение Видновской районы клинической больницы, было построено в 1968 году. Само отделение существует 18 лет. За это время здесь ни разу не проводился масштабный ремонт. При помощи администрации района медицинские работники поддерживают помещение в удовлетворительном состоянии. Но судя по обвалившейся штукатурке и протекающей крыше зданию необходим капитальный ремонт. Об этом депутату Московской областной думы Владимиру Жуку рассказал заведующий отделением Василий Осокин. Нам была выделена помощь и отремонтирована крыша. Мы смогли перезимовать. А так крыша у нас текла. То есть сейчас крыша, она чисто сделана косметически, не капитально. Не капитально, то есть временно. Временно, да, чтобы мы хотя бы перезимовали. Несмотря на непростые условия работы, третье хирургическое отделение – одно из самых востребованных и рентабельных во всей больнице. За время своего существования здесь проведено около 12 тысяч операций по современным лапароскопическим и лазерным методикам. Но помимо тех проблем, что видны невооруженным глазом, также мешает работе на высоком уровне состояния инженерных сетей. Батареи нужно менять и водоснабжение и канализация, потому что это никогда ничего не менялось. Поэтому имеются проблемы, частые засоры и недостаточное давление, что необходимо для аппаратуры работающей. Поэтому требуется ремонт. Благодаря тому, что отделение вошло в программу развития здравоохранения Подмосковья, капитальный ремонт помещения будет произведен уже в ближайшее время. Выделено порядка 120 миллионов. Они уже находятся на счету. Сейчас идут проектные работы. Через несколько месяцев, я думаю, может даже и раньше, начнутся реальные работы. Они пройдут в течение 4-6 месяцев. Зависит от погодных условий, потому что объем большой работы, в том числе и уличной работы. Будет выполнен ремонт фасады здания, заменена кровля, переложены коммуникации и проведена внутренняя отделка помещения. Вместо старых деревянных рам на окнах появятся пластиковые стеклопакеты. Владимир Жук пообещал держать ситуацию на личном контроле. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.